В этой работе представлен анализ сравнительной относительно экспрессии группы раковых тестикулярных антигенов у пациенток больных раком молочной железы с целью провести аналитический обзор того, какие из представленных антигенов или исследованных антигенов могли бы быть наиболее эффективными в качестве потенциальной мишени для дендритно-клеточных вакцин при их нагрузке и насколько этот показатель волатилен, вариабелен в разных группах больных. В последние десятилетия усилия сообщества онкоиммунологов были направлены на то, чтобы активизировать и как следует из тех докладов, которые мы только что прослушали, раково-ассоциированные антигены или тюмор-ассоциированные антигены для того, чтобы организм, иммунная система смогли создать эффективный иммунный ответ и начать бороться с раковыми заболеваниями. Соответственно, были открыты раковые тестикулярные антигены, которые целая группа этих раковых тестикулярных антигенов, их приблизительно 70 только семейств и 140 членов, которые туда их входят. Поэтому, обладая таким большим разнообразием, было бы интересно узнать, как эти раковые тестикулярные антигены дифференциально экспрессируются в тканях опухоли и прилежащих тканях. В нашей стране есть пионеры данного исследования, и они представлены на этой публикации, за что наша лаборатория приносит им большую благодарность. Продолжение следует... Речь просто идет о том, что это база данных, которая представлена в интернете по раковым тестикулярным антигенам. Мы брали там не один, а несколько. С точки зрения актуальности, интенсивность публикации по раковым тестикулярным антигенам поддерживается на довольно стабильно высоком уровне. И, так сказать, по экспрессии раковых тестикулярных антигенов также. Что касается исследования канцертестис антигенс и рак молочной железы, видно, что, тем не менее, с некоторыми провалами этот процесс очень эффективно развивается и публикуется много работ, а также клинических исследований по данной тематике. Существующие на данный момент иммунотерапевтические подходы, как было только что сказано, они, как правило, обосновываются на том, что или высокоэкспрессивные антигены используются, которые, можно сказать, даже и не опухолевые, берутся в качестве антигенной нагрузки. Такие, например, как муцин, в частности, раково-эмбриональный антиген HER2. И также направленные на это с использованием раковых тестикулярных антигенов создаются множество на данный момент вакцин, которые, разумеется, обладают, как тоже было сказано, очень низкой степенью токсичности. Соответственно, целью нашего исследования было исследовать представительную группу раковых тестикулярных антигенов в тканях ракомолочной железы. Только нас интересовала в данном случае группа С, наличие региональных метастазов и отсутствие. То есть формула T13N1N2M0 и T13N0M0. Значит, мы работали на свежих тканях. Я тоже не буду подробно на этом останавливаться для профессионалов. Мы их тут же подвергали хладовой консервации и дальше работали методом реал-тайм-PCR. Праймеры мы дизайнерили сами с использованием тех данных, которые имеют место в интернете. Здесь представлены все группы раковых тестикулярных антигенов, которые мы взяли в данное исследование. А в качестве референсного гена мы использовали, как внизу списка, сказанного ГАПТ-АШ. Метод реал-тайм. Мы взяли группу пациенток до 55 лет, старше 50, люминальный тип А и Б, а также с наличием и отсутствием региональных метастазов, как показано на этой диаграмме. Первые экспериментальные данные. Если взять всех пациенток, которых мы исследовали, не разделяя их на группы, и посмотреть общий, скажем так, валовый показатель, вы здесь это увидите, это соотношение экспрессии раковых тестикулярных антигенов, указанных типов, в тканях опухолей и прилежащих тканях условно здоровых, не опухолевых тканях, то хорошо видно, что очень хорошо ответили и дают наибольший ответ такие раковые тестикулярные антигены, как MH3, MH4 и GH3. Все остальные не показали сколько-нибудь значимых статистических различий. Если же мы посмотрим по группам, в частности, у пациенток не старше 55 лет, то мы увидим, что единственный антиген, который хорошо и надежно отвечает, его экспрессия по сравнению с условно здоровой тканью, это MH3. Соответственно, все остальные, как вы видите, проявили себя очень неэффективно. И наоборот, у группы пациенток старше 55 лет, мы увидим, что ответили MH1, MH1, GH3, а также BH. То есть намного больше, что еще интересно, вот тут обратите внимание, что размах кратности изменения экспрессии в тканях опухоли по сравнению с тканями условно здоровой ткани, у пациенток не старше 55 лет, намного ниже почти в 3 раза, чем у пациенток, которые старше 55 лет. Если говорить о различных типах, люминальный А, люминальный Б, вы также увидите на этой диаграмме, что у пациенток с люминальным типом А, экспрессия раковых тестикулярных антигенов, она отличается как большим разнообразием по сравнению с прилегающими тканями условно здоровыми, не опухолевыми, чем в люминальном типе Б. И намного больше, обратите внимание, амплитудой, то есть выраженность и, так сказать, способность дифференцировать эти антигены, создавать на них дендридно-клеточные вакцины, которые могли бы быть использованы для последующих терапевтических подходов. В этой группе в люминальном типе А намного больше, чем в люминальном типе Б. Теперь, что касается пациенток с наличием и отсутствием регионарных метастазов. Отличаются ли они? Ну, здесь все это мы привели на одном графике. И если говорить в целом, то экспрессия РТА антигенов с наличием региональных метастазов, как правило, выше у пациенток для таких локусов, как МЭЙЧ-А2, МЭЙЧ-Б2, это видно, ГЭЙЧ-3, КСЭЙЧ и ПРАИМ-1. Опаньки. Ага, это я нажал на эту кнопку, извините. Соответственно, я хотел бы здесь представить некоторые выводы, которые были сделаны по результатам проведенного нами исследования. Я уже их зачитывать не буду, потому что я в качестве комментариев к представленным данным их уже вам озвучил. Хотелось бы, пользуясь нашим еще площадкой, сказать и показать несколько данных, которые мы получили уже на культуре клеток. Нас заинтересовало, насколько стабильно себя ведет экспрессия раковых тостикулярных антигенов. Это, кстати, культура клеток линии эхиля в условиях обработки доксорубицином. То есть, меняется ли она и во сколько раз, или это просто речь идет о тотальном каком-то угнетении, одинаковом для всех локусов, невзирая на то, так сказать, что мы использовали или не использовали доксорубицин. Здесь представлены данные по концентрации доксорубицина в среде 2 микрограмма на миллилитр и различные времена инкубации 1, 5 и 24 часа. Как вы видите, экспрессия некоторых локусов, она изменяется в десятки раз. Нужно ли это учитывать? Но это при планировании лечения, создании вакцин, это отдельный вопрос. Что касается доксорубицин, который использовался в концентрации 4 микрограмма, как вы видите, здесь полностью преобладает эффект ингибирования, и действительно, это не так уже интересно, как 2 микрограмма с инкубациями от 1 до 24 часов. Благодарю за внимание. Считается, что в нормальных тканях нет экспрессии опухоли раковых антигенов? Да, так считается, но на самом деле всегда имеет место какая-то, ну скажем так, хотя бы фоновая активность, и если она у нас была запеленгована, то мы, собственно говоря, с ней сравнивали. А с чем вы объясняете наличие такой фоновой активности? Наличие фоновой активности, ну, трудно сказать, тут фундаментальные проблемы. Я могу, например, сказать, что только по данным литературы, в частности ген NYSO, например, он экспрессируется довольно эффективно в кардиомиоцитах, вот, ну вот есть он там. Зачем он нужен? Биологическая сама роль этого эффекта, то есть, можно сказать, что если раньше считалось, что эти гены экспрессируются только в тканях, например, яичников или в тканях, там, мужских половых желез, то сейчас, в общем-то, все больше появляется исследование, что в каких-то количествах эти гены экспрессируются и в нормальных здоровых тканях. Кстати, это тоже, наверное, надо учитывать, когда мы вакцинируем против чего-то. Спасибо. Спасибо.